Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней лекции – изобразительное искусство. Изучение искусства имеет важное значение, поскольку дает возможность лучше понять общий характер той культуры, в которой создается. В данном случае мы будем говорить о русской живописи, в которой на различных этапах развития отражаются представления о мире, назначении роли искусства в жизни человека и общества. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Древнерусское искусство. Второй. Мирская живопись 17 века. Третий. Век классицизма. Парадные портреты русских художников. Четвертый. Реализм 19 века. Пятый. Русские художники-передвижники. Шестой. Модернизм и символизм начала 20 века. Седьмой. Художественное объединение «Мир искусства». Восьмой. Авангардизм в русской живописи. Абстракционизм, супрематизм, конструктивизм, кубофутуризм. Девятый. Плакатное искусство. Десятый. Развитие реалистического искусства в 20 веке. Древнерусские иконописцы. Вся красота русской земли отразилась в древнерусском искусстве. В его архитектуре, в иконах и фресках, росписи на стенах в церкви. Русские люди с большим почтением относились к иконам, образом, как они еще их называли. В каждом доме в красном углу, на самом почетном месте, в доме висели иконы святых. У большинства икон нет авторов. Иконы на Руси не подписывались, поскольку мастера-иконописцы считали, что автором является сам Бог, а они всего лишь исполнители его воли. Имена немногих остались в памяти народа. Феофан Грек, Дионисий, Евстафий Головкин, Прохор Сгородца. Большинство соборов, расписанных ими, входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Андрей Рублев Одним из лучших иконописцев считается Андрей Рублев, о жизни которого известно только, что он родился и жил между 1360-1430 годами. Он расписывал иконостасы в Успенском соборе Владимира, Благовещенском соборе Москвы, церкви в Звенигороде. А его самым известным и лучшим произведением является Троица, написанная для церкви Святой Троицы в Троица-Сергиевом монастыре. Таким образом, древнерусское искусство формировалось в тесной связи с религией. Древнерусское искусство развивалось и менялось в течение своего существования, но его формы и традиции не исчезли бесследно с приходом нового времени. Им предстояла еще долгая жизнь, правда, в модифицированном виде, в искусстве последующих столетий. Мирская живопись. Андрей Матвеев. Со временем живопись становится мирской, светской. Русская светская культура родилась под грохот петровских салютов, как и сама Россия. По меткому определению Пушкина вошла в Европу при стуке топора и при громе пушек. Знакомство русских с европейским искусством происходило разными путями. Западные художники приглашались на работу в Россию. Много европейских произведений искусств покупалось и привозилось, а самых способных мастеров отправляли обучаться за границу. Художником, обогатившим отечественное искусство достижениями европейских школ живописи, был Андрей Матвеев. Годы жизни 1701-1739. Он учился у портретиста Боонина в Голландии, затем во Фландрии в Анфрепенской Королевской Академии, чтобы постигнуть тайны мастеров, создававших исторические и аллегорические картины. По возвращению на родину в Петербург Матвеев оформлял главный собор города – Петропавловский, для которого написал целый ряд картин. Есть среди его работ и портреты известных людей его времени. Век классицизма. Парадные портреты Левицкого. Восемнадцатый век называют веком становления личности. В живописи и в литературе нового времени изображается человек, который понимает свой нравственный долг, имеет высокую цель. Идеалы российского просвещения отразились в творчестве художника Дмитрия Григорьевича Левицкого «Годы жизни 1735-1822». Жанр парадного портрета дал возможность этому мастеру показать заслуги человека перед Отечеством. Праздничная одежда, поза, поворот головы передают чувство собственного достоинства человека, которого он изображал. Но в то же время люди на портретах естественны, индивидуальны. Работая в рамках классицизма, Левицкий идеализирует героев своих полотен. Екатерина II на его картине передает в роли забочащейся о стране и народе государыне, которая правит по законам и сама подчиняется этим законам. Владимир и Рогнеда Лосенко Картина «Владимир и Рогнеда», написанная художником Антоном Лосенко в 1770 году, стала первой в истории русского искусства, посвященной древнерусской истории. Много летописцев и писателей рассказывали о красавице, княжне Рогнеде, ее ненависти и любви к князю Владимиру. На портрете Лосенко представлен еще один такой вариант. Боровиковский Парадные портреты писал и Владимир Лукич Боровиковский 1757-1825 годы жизни. Славу ему приносили также картины, в которых он стремился передать не блеск великих дел, не победу разума, а мир чувств человека. Не парадная одежда, не торжественная поза, а человеческое лицо, как зеркало души, главное в написанных им портретах Лопухиной, Нарышкиной и других. Женские портреты Рокотова Тенденции новой эпохи отразились в портретах Федора Степановича Рокотова 1735-1808 годы жизни. В то время, когда он творил, в Россию пришел романтизм. Рокотов считал, что ближе всего к природе женщины, и он любил изображать их на портретах. Художник понимал, что женский мир не такой, как мир мужчин. Для Рокотова, как и для многих художников-романтиков, женщина – поэтический идеал, поэтому героини его портретов были слишком идеальны, они скорее являлись эталонами духовности и красоты. Реализм девятнадцатого века. Шишкин. Девятнадцатый век – это век расцвета русской живописи, который невозможно переоценить. В русском искусстве, изобразительном искусстве, этого времени главенствует реализм. Особенно ценилось направление живописи, в котором преобладал исторический жанр с акцентом на национальную тематику. Часто художники России посвящали свои произведения героям Древней Руси, подвиги которых воодушевляли к написанию исторических полотен. Иван Иванович Шишкин, 1832-1898 годы жизни, знаменитый пейзажист, один из адсновоположников русского национального реалистического пейзажа. Левитан. Исаак Ильич Левитан, годы жизни 1860-1900, пейзажист, оставивший нам незабываемые полотна русской природы. Репин. Илья Ефимович Репин, 1844-1930 годы жизни. Художник-реалист, мастер портретов исторических и бытовых сцен. Его картины Иван Грозный и его сын Иван, бурлаки на Волге и другие. Кипренский. Орест Адамович Кипренский, 1782-1836 годы жизни, выдающийся мастер портретного искусства, получивший особую известность среди художников России. Кипренский открыл новые возможности в живописи. Каждый его портрет отличается живописным строем, точно подобранными светом и тенью, разнообразным контрастом. Тропинин. Василий Андреевич Тропинин, 1776-1857 годы жизни. Художник-портретист. Тропинин разработал свой самостоятельный образный стиль портрета, характеризующий специфический московский жанр живописи. Иванов. Александр Андреевич Иванов, 1806-1858 годы жизни, великолепный мастер исторического жанра, создавший множество живописных работ. Его главная картина – явление Христа народу. Айвазовский. Иван Константинович Айвазовский. Годы жизни 1817-1900. Мастер романтического морского пейзажа. Был удостоен звания академика почти во всех европейских странах в возрасте 27 лет. Верещагин. Василий Васильевич Верещагин, 1842-1904. Русский живописец-баталист. Самых ранних полотен, выступавший с протестом против захватнических войн, с обличением тех, по чьей вине гибли люди. Героями своих картин он сделал солдат простых русских людей. Брюлов. Этого художника стали называть великим Карлом после триумфа картины «Последний день Помпеи». В 1833 году Карл Павлович Брюлов 1799-1852 годы жизни выставил картину, на которой изобразил ужасный день 24 августа 79 года нашей эры, когда извержение Везувия уничтожило прекрасные города Италии. Живописец был из семьи, которая дала миру художников, архитекторов, скульпторов. В 9 лет поступил в Академию художеств, окончил ее с золотой медалью и был отправлен в Италию для продолжения образования. Там он написал «Последний день Помпеи». Для художника важно было изобразить не героические дела, а человеческие чувства. Персонажи его картины разбиты на семейные группы. Внутри каждой царят любовь, верность, чувство долга, великодушие. Перед лицом смерти люди не теряют чувства собственного достоинства, они стараются спасти не только себя, но и других близких людей. Сыновья уносят отца, мать просит сына бросить ее и уйти. Молодой отец семейства хочет собой загородить от камней родных. Мать, прощаясь, обнимает дочерей. На картине почти нет лиц, искаженных страхом смерти. Все лица красивы. Однажды к великому Карлу, как называли современники художника Карла Брюлова, пришел гвардейский офицер Павел Федотов, чтобы показать свои рисунки. Сначала Брюлов сказал Федотову, что ему надо много тренироваться, чтобы добиться хорошей техники. А через восемь лет Брюлов скажет бывшему офицеру, поздравляю, вы обогнали меня. Федотов рисовал людей, которых видел вокруг себя. На его рисунках они были такими, какими он их встречал на улице в каждодневной жизни. Самой популярной стала картина «Свадовство майора». Она рассказывает о том, что брак может быть не связан с любовью. Она о браке по расчету. В русской культуре поэт, писатель или художник всегда выступал как учитель, а его произведение было учебником жизни. Во второй половине девятнадцатого века деятели культуры со своих нравственных и гражданских позиций строго судили все, что происходило в обществе. Товарищество передвижных художественных выставок. В 1863 году 14 наиболее талантливых, претендующих на золотые медали выпускников Петербургской Академии Художеств отказались писать конкурсные картины на заданные Академией сюжеты из Библии или древних мифов. Художники хотели быть в творчестве независимыми от официальных утверждений, которые поддерживались правительством. Своё назначение они видели в том, чтобы служить народу, а не избранным. Их задача, считали они, рассказывать об истинной жизни народа со всеми её сложностями и противоречиями. В 1869 году прогрессивные художники Перов, Гё, Крамской, Мясоедов образовали товарищества передвижных художественных выставок. К передвижникам причисляли себя Репин, Саврасов, Суриков, Поленов, братья Воснецовые, а также Серов. Пропаганда русской культуры Главная цель передвижников – просвещать народ и пропагандировать русскую культуру. Дать возможность жителям провинции познакомиться с произведениями искусства, рассказывающими о важных вопросах русской действительности. Передвижники имели много общего с импрессионистами. И те, и эти были против официального, академического и салонного искусства и старались отображать то, что происходит в реальности. Но передвижники изображали действительность критически, а импрессионисты стояли на позициях наблюдателей. Передовые люди России поддерживали передвижников, помогали им. Известные меценаты – Савва Мамонтов. Одним из меценатов был Савва Иванович Мамонтов. Его дом в Абрамцево под Москвой стал любимым местом встреч и работы многих художников. Известные меценаты – купцы Третьяковы. Другие меценаты – московские купцы Третьяковы – систематически покупали картины. Третьяков хотел создать коллекцию, которая потом могла бы стать музеем национального искусства. Третьяков покупал картины, несмотря на критику и недовольство цензуры, как это было с полотном Репина «Иван Грозный и его сын Иван». В 1892 году Третьяков подарил свою галерею городу Москве. Многослойное искусство XX века. Если в древности или в средние века вся культура была связана с идеей гармонии, то XX век пытался сломать штампы прошлого, пересмотреть вечные проблемы человечества. Изменение мироощущения человека отразилось в искусстве. Теперь целью искусства стала передача идеалов художников, представлений о красоте и правде, прошлом и будущем. В этот период русское искусство стало эстетически многослойным. Если раньше художественные направления сменяли друг друга – классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, то теперь одновременно формировались разные эстетические системы. Параллельно развивались реализм и модернизм. Они включали в себя различные течения и группировки. Реализм на рубеже веков оставался масштабным художественным направлением, но он не был однородным. В это время еще творили писатели Лев Толстой, Чехов, Короленко, художники Суриков. Среди новых реалистов были писатели Горький, Леонид Андреев, Бунин, Куприн, художник Серов. Врубель, Юон, Нестеров, Кустадиев, Архипов и другие. Модернизм и символизм начало 20 века. Художественное объединение мир-искусство. В начале века широкое распространение получает модернизм. Сторонники нового направления отказывались от традиций классики, стремились к индивидуальному познанию мира. В архитектуре в самом начале 20 века процветает стилизация древнерусской архитектуры. Фасад здания Третьяковской галереи, здания Ярославского вокзала. Художники начала 20 века стремились изображать не только явления жизни, но и явления мысли. Например, фантазии, сновидения, воспоминания, иные пространства, которые не измеряются высотой, шириной и длиной. Понадобился новый живописный язык. В поисках его художники экспериментировали в стиле модерн. Наиболее ярко эстетические принципы модерна и символизма выразили члены художественного объединения мир-искусство во главе с Дягилевым. Входившие в творческий союз художники, любители искусства устраивали концерты, чтения, выставки, издавали свой журнал. Их лозунг «Искусство для искусства», «Искусство без идеологии». Взаимодействие разных видов искусств. Русские сезоны Дягилева. Одной из особенностей Серебряного века было активное взаимодействие разных искусств. Поэты Бурлюк, Маяковский, Волошин не только пишут стихи, но и рисуют. Композитор Скрябин пишет светомузыку. Литовский живописец Чурлинец сочетает живопись с музыкой. Русские сезоны Дягилева, в которых балетные спектакли оформляли выдающиеся художники-модернисты, покорили Париж. Желание преодолеть узкие рамки одного вида искусства, одного направления, стали отличительной чертой Серебряного века русской культуры. Эпотирующий бунт русского авангардизма. Группа «Бубновый валет». Кризис в политической, экономической, социальной жизни отразился и на жизни художественной. Разрушая традиционные формы, авангардисты предлагали свои пути обновления. В авангардизме сочетаются эпотирующий бунт и поиски новых средств выражения. Представление авангардистов о прекрасном в искусстве не было связано с романтическими идеалами. Авангардисты считали, что искусство должно быть независимым от окружающей действительности. И свою задачу видели в создании форм, которые являются плодом фантазии. Свои произведения они строят на традициях неклассического архаического или фольклорного искусства. В русском авангардизме было несколько направлений. В живописи одно из них представляли Кончаловский, Лентулов, Ларионов, Гончарова, Бурлюк, Фальк, Малевич, объединившийся в 1910 году в группу Бубновый Валет. Это направление назвали русским кубофутуризмом. В их картинах выражалось стремление увидеть мир, который ощущался, как сложная система объемов, пересекающихся плоскостей. Авангардное искусство Союза Молодежи Другим центром авангарда стал Союз Молодежи, куда входил Филонов, создатель аналитического искусства, которому хотелось изобразить невидимую внутреннюю духовную сторону жизни. Так, на его картине «Святое семейство», «Крестьянская семья» изображены крупные, несколько примитивные главные герои. Они неподвижны, центр их внимания – младенец, а вокруг мир зверей, птиц, цветов и трав. Экзотический мир Марка Шагала Творчество Марка Шагала, который также входил в эту группу, приобрело мировую известность. Уехав после революции во Францию, художник до последних дней вспоминал родной город Витебск. Много раз в картинах объяснялся он в любви к домам своего города, его бесконечным заборам, к петухам, коровам, козам, гуляющим по городу, к женщине Белли, которую встретил и на которой женился в Витебске. Художник создал свой экзотический мир, в котором есть земной низ и небесный верх. На самом верху у него существуют люди и планеты, ангелы и животные. Супрематизм в искусстве В 1914-1915 годах появилось направление, названное супрематизмом – Малевич-Клюн. Художники этого направления считали, что формы служат лишь некими знаками духовного мира, которые познать невозможно. Отсюда знаменитый «Черный квадрат» Малевича. Художники-конструктивисты Татлин, Попова, Родченко создавали отвлеченные геометрические формы, имеющие символический или материально-практический характер. Их художественные поиски проявлялись в разных видах искусства. Поэтому-то, что ими было сделано в живописи и скульптуре, используются в архитектуре, дизайне, фотомонтаже. В Татлин считается крупнейшим теоретиком и практиком мирового дизайна. Синтетическое искусство авангардистов и футуристов Художники авангарда вместе с поэтами-футуристами создавали синтетическое искусство. Бурлюк, Крученых, Маяковский писали стихи и рисовали. Малевич, Кандинские были речетворцами. Они были уверены, что создают сверхискусство, которое должно изменить мир. В своем искусстве они опирались на фундаментальные науки – физику, математику, филологию. Так Малевич разрабатывал проекты городов-спутников, которые летают по земной орбите. А поэт Хлебников создавал новый универсальный язык для всего человечества и собирался открыть законы времени. Сохранение традиции русского народного искусства Важную роль в культуре Серебряного века играло желание художников понять и освоить народное искусство. Они стремились к этому не только потому, что сознавали свой моральный долг перед народом, но и потому, что народ был всегда хранителем основ русской жизни. Народное искусство из поколения в поколение передавало характерные черты этой жизни. В Абрамцево, подмосковном имении предпринимателя и мецената Саввы Ивановича Мамонтова, собирали и тщательно изучали предметы народного быта. Там была организована кустарная мастерская, в которой создавали декоративные изделия, используя народные мотивы. Сохранение традиций русского народного искусства Художники Репин, Суриков, Поленов и Воснецовы, Врубель, Левитан, Нестеров, которые приезжали в Абрамцево, собирали и изучали произведения крестьянского искусства, стремясь возродить народные ремесла. Опираясь на народное творчество и художественные традиции, они создавали картины, строили здания в русском стиле, ставили новаторские спектакли, разрабатывали новые формы предметов быта, возрождали гончарное производство. Развитие плакатного искусства. В тяжелые для страны годы гражданской войны и иностранной интервенции самым мобильным, быстрее всего реагирующим на новые идеи и самым распространенным видом искусства была графика. Она необыкновенно свежо и ярко выразила всю ту картину борьбы и практически хаоса разнообразных мнений, острых дискуссий, в которых происходило становление молодого советского искусства. Как уже было сказано, из всех жанров плакат быстрее всего откликался на события и запросы реальной жизни. Он печатался огромными тиражами на разных языках и потому существовал в самых отдаленных уголках страны. Так, первый плакат издательства в ЦИК «Царь, поп и кулак» 1980 год был напечатан сразу на десяти языках. Кажущийся привитимизм языка, ограниченная цветовая гамма способствовали быстрой доходчивости того, что изображалось на плакате и его острой агитационной направленности. Плакат понимали и грамотные, и малограмотные, и неграмотные люди, которых он звал на борьбу с врагом. Особенности плакатного искусства. Моор. Первыми известными плакатистами того времени были те художники, которые проявили себя в сатирической журнальной графике еще в революцию 1905-1907 годов. Они использовали весь свой опыт и традиции передавать идею и агитировать языком плаката. Это было продолжением традиции русского народного лупка. Плакат первых лет советской власти отличался яркой декоративностью, точностью и лаконизмом деталей. В годы Гражданской войны получили развитие два типа плаката – героические и сатирические. У обоих этих типов был достаточный опыт развития, своеобразная эволюция, которую они прошли, приобретя все больше лаконизм, остроту и художественную образность. Наиболее яркими выразителями этих двух направлений были «Моор» и «Дени». Особенности плакатного искусства «Моор». «Моор» Дмитрию Стахевичу Орлову 1883-1946 – один из самых ярких плакатистов своего времени. Ему принадлежат политические плакаты, которые стали классикой советской графики. «Ты записался добровольцем» и «Помоги» – 1921-1922 годы написания. Особое место в плакате тех лет занимала новаторская форма агитационного искусства – «Окна сатиры роста», то есть российского телеграфного агентства, в которых работали Черемных, Маяковский, Моор. Военная тематика в изобразительном искусстве 20 века. Картины Непринцева и Локтеонова. Военные и послевоенные годы – тема войны, тема нравственного и физического испытания советских людей, из которого они вышли победителями, была одной из самых актуальных. Хотя после войны она уже часто давалась в бытовом плане. Например, как на реалистических полотнах Непринцева – «Отдых после боя». Василий Теркин, 1951 год. «Возвращение» 1945-1947 годы украинского живопитства Костецкого. «Или вызывавший многочисленные споры своей удивительной живописной иллюзорностью и в то же время точностью натуры картине Локтеонова «Письмо с фронта» 1947 год написания. Главная тема – мирный труд. Основной темой бытового жанра становится, конечно же, мирный повседневный труд, о котором мечтали бойцы на фронте и работающие в тылу люди в долгие военные годы. Естественно, первостепенной задачей русского народа было восстановление послевоенной разрухи в стране. Наверное, именно в эти годы и были созданы самые яркие и жизнерадостные полотна – хлеб Яблонской, 1949 год. «На мирных полях» автор Мыльников, 1953 год. «На мирных полях» Мыльникова. Работы Пластова, которые были посвящены крестьянскому труду с одухотворенным чувством связи человека с землей. «Сенокос» 1945 года. «Ужин трактористов» 1951 года. «Развитие реалистического искусства» Решетников. «В эти годы продолжает развиваться искусство реализма, сохраняющее традиции передвижников. Прежде всего, это картины Решетникова. Прибыл на каникулы». «Опять двойка» 1952 год написания. «Григорьева» Вратарь 1949 год написания и другие. «Развитие портретного жанра». «Очень своеобразно и интересно развивается в искусстве этого периода и портретный жанр». «Сарьян», «Грабарь». «Корин» продолжает традиции реализма, добавляя свою определенную выразительную манеру изображения, точность деталей. «Корин» создает замечательные портреты своих современников. «Каненкова», «Сарьяна», «Симонова», «Кукрыниксов». Изобразительное искусство до периода распада Советского Союза представляло собой органическое соединение многонациональных художественных культур. Говоря о разных национальных школах, можно перечислить главные качества каждой из них. Например, традиционную глубину и психологизм русской, яркие цветовые палитры грузинской и армянской, декоративность молдавской, лиризм украинской, особую близость к фольклору у литовской и узбекской и так далее. Она обогатила не только национальную культуру каждого народа в отдельности, но и мировой культуры в целом. Итак, мы изучили тему «Изобразительное искусство». Мы рассмотрели и охарактеризовали все основные направления живописи со времен иконописи до реализма и авангардизма XX века. Следует отметить, что, несмотря на различные подходы к изображению мира, в каждом из направлений сохранялся русский стиль. Россия подарила миру гениальных живописцев, которые внесли огромный вклад в сокровищницу мировой культуры. Реклама 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 Продолжение следует...